Поршни являются ключевым элементом рабочего процесса в двигателях внутреннего сгорания. Поршень представляет собой втулку, которая двигается вверх и вниз, внутри каждого цилиндра, сжимая воздушно-топливную смесь, воспламеняемую свечой зажигания. Образовавшаяся в результате этого энергия поворачивает коленчатый вал, приводящий в действие двигатель. Эта компания производит 9000 различных моделей поршней. Для всего. От кроссовых мотоциклов до автомобильных двигателей. Изначально поршень представляет собой трехметровый алюминиевый стержень. Алюминий подходит идеально, потому что это легкий, не поддающийся коррозии металл, который легко резать. Дисковая пила разрезает стержень на заготовки, длину которых можно изменять, регулируя подающий механизм, проталкивающий стержень с разными интервалами. Для этой модели поршня требуются заготовки длиной в 7 сантиметров. На фабрике перерабатывают и повторно используют оставшуюся алюминиевую стружку. Штамповальный пресс и форму раскаляют до 426 градусов по Цельсию. Именно такая температура необходима для штамповки заготовок. Заготовки раскаляются до такой же температуры в печи. Под прессом с силой давления в 2000 тонн формируется исходная форма поршня. Примерно одна из 10 штамповок опускается в воду для проверки на наличие дефектов. Чтобы облегчить процесс штамповки, заготовки перед тем, как накалять их, покрывают смазкой. Именно поэтому заготовка вспыхивает, когда на нее опускается пресс. Пресс выполняет эту операцию всего за 2 секунды, но заготовки такие горячие, что должны остывать по крайней мере час до начала следующего этапа. Рабочие раскаляют заготовки еще два раза. Сначала при очень высокой температуре, чтобы укрепить металл. И во второй раз уже не так сильно, чтобы добиться устойчивости. Затем они обрабатывают каждую заготовку на токарном станке, чтобы придать штамповке соответствующую форму для механизмов, на которых ее будут обрабатывать позже. Через эти маленькие отверстия подается масло, служащее смазкой для поршня в процессе работы. Еще один токарный станок уменьшает диаметр на 3 мм. Затем этот же станок прорезает три паза. Два для компрессионных колец и один для маслоудерживающего кольца. Эти кольца предназначены для того, чтобы поршень двигался плавно и обеспечивают герметичное прилегание. Это отверстие для поршневого пальца, который соединяет поршень с шатуном. Затем на фрезерном станке с обеих сторон поршня стачивается до 2 см металла, чтобы уменьшить его вес. Белая жидкость является смазкой, охлаждающей поверхность в процессе стачивания. На еще одном фрезерном станке срезается часть, которую называют куполом. Таким образом он не будет задевать другие части, двигаясь внутри цилиндра. У поршня должна быть строго определенная форма и размер. Некоторые из них при работе двигателя делают до 6000 движений вверх и вниз. Затем на токарном станке с наружной стороны срезается очередной слой металла толщиной с волос. Этот срез дает возможность поршню немного увеличиться в объеме, когда внутри цилиндра повышается температура. Автоматическое сверло делает два перекрещивающихся масло-спускных отверстия, чтобы улучшить смазку поршневого пальца. Сейчас очередной механизм гравирует модель и дату производства. Рабочий удаляет острые края, образовавшиеся во время выполнения предыдущих операций. Чтобы сделать поверхность еще более гладкой, он использует ленточно-шлифовальный станок. Острые края могут повредить стенки цилиндра. На этом металлорежущем станке срезается немного металла с внутренней части отверстия, чтобы поршневой палец идеально входил внутрь. После того, как фрезерование завершено, струи под высоким давлением омывают поршни горячей, диионизированной водой. После такой чистки удаляются все следы смазки и масла. И после сушки под воздушной пушкой эти поршни готовы начать свои бесконечные движения. Продолжение следует...